Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Я его прочитал и могу сказать, что основными, основными, главными мне показалось несколько моментов, несколько ключевых моментов, как мне кажется, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Немножечко только хотелось бы прокомментировать ваш запрос, где вы говорите, что, пожалуйста, помогите, рассудите двух взрослых людей, которые погрязли в подростковых ультимативных историях. Двух взрослых людей мы не рассудим. И двум взрослым людям мы не поможем. Хотя бы потому, что обращаетесь к нам вы, а не ваш партнер, и, кроме того, у вашего партнера совсем другой менталитет. У вас один менталитет, у него другой менталитет. И эту особенность менталитета нужно учитывать. Без учета особенностей менталитета, как бы никакого взаимодействия, никакого контакта не получится. К сожалению, вы, на мой взгляд, вот эти особенности менталитета, как бы, вытеснили из сферы своего внимания, коснувшись их совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть вы их коснулись, когда сказали, что вот человек такой нежный, ранимый и так далее. При том, что вы вот называете его безэмоциональным, как раз таки. Поэтому тут вот я бы сказал, что основная задача, реальная задача, которую может поставить перед собой психолог, это помочь вам добраться с себя. Ключевой момент, на который я хочу обратить ваше внимание партнер номер один, это то, что у вас завершились болезненные отношения. И на момент, когда отношения завершались, вы по факту уже начали другие отношения в вашей жизни, уже появился другой человек. Да, вы ему сказали, что к отношениям вы не готовы. Да, он сказал, что хочет быть рядом. Но мне кажется, что здесь волей-неволей произошла история, когда один клин выбивается другим клином. А в человеческой психике так не происходит. В человеческой психике один процесс, один эпизод, одно переживание должно полностью завершиться, чтобы началось другое переживание. Понятно, что все это, все эти формации достаточно условно и человек может переживать несколько переживаний одновременно, но, тем не менее, переживать их до конца, что важно. А вы такое ощущение, что вот свой болезненный разрыв не прожили, потихонечку заместив вот то, что вы потеряли в отношениях, которые завершили, новым партнерам. И мне кажется, что ваше чувство, которым вы проникли к новому и текущему молодому человеку, это именно то самое замещение. Замещение в какой-то степени. Безусловно, вам нравится, безусловно, вас привлекает, безусловно, у вас есть к нему чувство, но замещение тоже есть. И мне кажется, что, хоть вам это и покажется немного бессмысленным, возможно, но, мне кажется, имеет смысл вернуться, вернуться в то место, где вам было больно от разрыва предыдущих отношений и до прожить, до отпустить те отношения. Что-то в себе позамечать, что-то в себе поулавливать, что-то в себе поисследовать, чтобы понять, как вести себя дальше. Потому что сейчас это выглядит так, что вы пытаетесь самоутвердиться в отношениях с вашим текущим молодым человеком, пытаетесь что-то компенсировать себе, и я понимаю, что, но молодому человеку это, мягко говоря, не интересно. Более того, скорее всего, он даже не понимает, о чем идет речь. Второй момент – это то, что вам не хватает внимания. Момент, честно говоря, амбивалентный в том смысле, что, с одной стороны, партнеры, находясь в отношениях, мне кажется, могут просить внимания, могут говорить о своих желаниях, но вы это формулируете как директивы в это, формулируете как некоторую претензию в это, формулируете как некоторые указания, но о своих чувствах вы не говорите. Было бы более реалистично, если бы вы просто очерчивали то, что с вами происходит без использования местоимений «ты», без ярко выраженных требований и так далее. Это было бы более реально. Вообще, это называется техника ясообщения или бесконфликтное общение. Ему нужно учиться, в этом вам поможет специалист. Вообще, умение больше говорить о чувствах и о себе, нежели о другом человеке и о требованиях к нему тоже очень важно, потому что здесь вы волей-неволей перекладываете ответственность за то, что происходит с вами. Так вот, с одной стороны, человек может говорить о том, что ему хочется, человек может выражать свои желания, но у другого партнера есть свой ресурс. По какой-то причине вы этот ресурс игнорируете? Я знаю эту причину. Скорее всего, эта причина связана с тем, что вы чувствуете себя ненужной, вы чувствуете себя невостребованной, вы чувствуете себя незначимой. Возможно, вы такой не привыкли, выстраивая отношения, предыдущие другие отношения, в большей степени настраиваете, то есть они такие более экспрессивные, более активные, в них, вероятно, были ссоры, а может быть, мужчины вас добивались немножко по-другому. Тем не менее, при том, что вы называете себя очень красивой, при том, что вы называете себя спортивной, мне кажется, в глубине души вы сомневаетесь в своей ценности. И если вам эта ценность изменения подтверждает, то чувствуете себя некомфортно. Конечно, бытует такое мнение, что женщина обладает особенностью, согласно которой ей нужно мнение извне. Конечно, бытует такое мнение, что женщине нужно внимание других людей, тогда она чувствуется так комфортно. Здесь мы, пожалуй, подходим к одному из ключевых моментов. Дело в том, что если вы считаете, что вам нужно внимание извне, и вам необходимо подтверждать ваше значение, если вы считаете, что мужчина должен активно это делать, вы имеете на это полное право. Проблема в том, что в этой ситуации, в которой вы описываете, складывается четкое впечатление, что вы не защищаете свои интересы. Нет, конечно, вам кажется, что вы защищаете их, требуя от мужчины каких-то действий, но по факту нет. Потому что человек не может дать вам то, что вы хотите, а вы к человеку привязаны своими чувствами. Только вот какие это чувства? Большой вопрос. Мне кажется, это чувства, которые содержат в себе не только желание что-то делать для вашего молодого человека. Мне кажется, что это чувства, которые направлены на то, чтобы что-то получилось. И опять же, здесь такая же самая амбивалентность. С одной стороны, вы имеете право что-то в отношениях получать, но с другой стороны, если вы считаете, чувствуете, думаете, знаете, предполагаете, что вам не дают того, что вы хотите, то вам эти отношения не подходят. Либо необходимо учиться мотивировать человека, то есть именно давать ему мотивацию делать то, что вам нужно. У вас этого не получается. Потому что единственный способ, который вы знаете, это либо терпеть, либо просить, либо взрываться и уже требовать. Ни тот, ни другой способ не работает. Поэтому здесь вот такие ключевые моменты. Повторюсь, очень важен менталитет, очень важен менталитет вашего молодого человека. Очень важно его представление о женщинах, очень важно его представление о роли мужчины. Уверены ли вы, что знаете? Уверены ли вы, что знаете об особенностях восприятия гендера вашего молодого человека, я имею ввиду культурных особенностей, семейных особенностей и так далее. Это очень важный момент. Вот и получается, что исходя из того, что вы описываете, с вами нарисован образ, идеальный образ мужчины, который должен купировать, компенсировать вам все ваши больные места. Но только реальный человек таким не является. Реальный человек он совсем другой, а реального человека, судя по всему, вы не принимаете, в том числе и потому, что не привыкли опираться на себя, в том числе и потому, что, мне кажется, у вас нет четких представлений о том, какая вы. И ваше комфортное самоощущение зависит от действий других людей, в том числе и мужчин. И вам предстоит выбрать, придерживайтесь ли вы такой позиции и жизненной стратегии. Если да, то мужчины вам не подходят. Если вы соглашаетесь с тем, что эту стратегию и позиции можно и нужно менять, то вам предстоит работать над собой, результатом которой может быть личностный рост, в ходе которого станут возможны отношения с этим молодым человеком. Но на данный момент вам явно недостаточно того, как любят вас мужчины. И вам нужно это признаться. Что больше любить он вас не будет. Важно увидеть мотивацию, вашу мотивацию и ожидания, с которыми вы выдвигаете ему эти требования. Особенно и исключение, что мужчина уже сформировавшаяся личность во всех отношениях. Он, если и будет меняться, то только по своему желанию, и это не быстрый процесс. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Надеюсь, это было полезно. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это могло бы послужить началом вашей работы над собой. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.